Привет, просветители! Мы еще не отошли от мурашкиных советов рожать в никуда. Ну, помните эту порочную практику получения женщинами образования? Некоторые еще и карьеру хотят построить. Совсем с ума посходили. Как на нас, как из ведра посыпались не менее интересные заявления. Пока чиновники ломают головы, как заставить молодежь стройными рядами топать, ну, кого-то в роддом, кого-то в другие места. Линара Иванова, министр труда семьи и соцзащиты Башкортостана, предложила обратиться к народному творчеству. Все мы немного фольклористы. Первый курс филфака в глаз попал. Есть такая русская пословица. Бог даст дитя, Бог даст и на дитя. То есть в итоге это будет мотивация для молодых семей. Покажите мне, пожалуйста, адекватного человека. Ключевое слово здесь адекватного. Который решается на столь серьезный шаг, потому что его пословица замотивировала. С другой стороны, в этом же интервью министр про бракованных детей заявила. Так что идея с пословицей уже не кажется такой уж странной. Приблизительно в это же время Свет увидела статья с результатами социологического опроса. Почему россиянки не хотят рожать в 2023 году? Даже не знаю. А что, что-то случилось? На первом месте оказались отсутствие жилплощади и нестабильность политической ситуации. Кто бы мог подумать? Авторы озвучивают эти ответы и потом выдают просто потрясающую фразу. Но проблема не только в головах женщин. Понимаете? Нежелание жить вместе с ребенком в коробке из-под холодильника это проблема в голове женщины. Ну, все эти ложные феминистические установки. Туда же отнесем и отсутствие понимания, не заберут ли завтра твоего мужа. Все проблемы в голове. Женской. Послушаешь все эти замечательные рассуждения и действительно начинаешь понимать. Что-то женщины слишком много думают. Вместо того, чтобы рожать. Создается впечатление, что некоторых товарищей это прям максимально раздражает. Дамы все графики срывают. И чего им не хватает для счастья? Ну или, если перевести на русский язык этот вопрос. Чего им не рожается-то? В 2023 году. Возможно, разобраться в этом нам поможет международный женский форум. Роль женщины в современном мире, который в этом месяце прошел в Екатеринбурге. Само собой, лучше всех о проблемах женщин знают... ...мужчины. Поэтому именно они в первую очередь и выступали. Например, митрополит Евгений посетовал, что из-за разнообразия возможностей для самореализации размывается истинная роль женщины. Если вдруг кто-то не понял, то это он о роли жены и матери. Какие еще? Если попытаться провести параллель, так как мы с вами живем в непростое время, то от женщины снова требуется самоотверженное служение ближним, семье, обществу и государству. Развитие оборонно-промышленного комплекса является важной задачей государства. Но не менее важной и приоритетной задачей должно быть деторождение и народосбережение. Хотелось бы уповать, что государство ожидает от женщин, матерей, дочерей, подвигов и окажет им помощь, заявил митрополит. То есть, пока мужчины занимаются производством танков и ракет, дорогие дамы, отдайте-ка тоже долг родине, рожайте. Но если вы уже грешным делом успели решить, что, скорее всего, это будет лейтмотивом и остальных выступлений, то спешу вас успокоить. Нет. Другие проблемы у россиянок. У нас, равные с мужчинами, рабочие права, условия, оплата труда, мы имеем одинаковые возможности для карьеры и профессионального роста. И я надеюсь, что так будет дальше. Дорогие участницы форума, для России огромное значение имеют базовые, формировавшиеся на протяжении столетий духовные и культурно-исторические ценности, нормы морали. Это предполагает в том числе неприемлемость неоколониального навязывания какой-то одной модели всему миру, что тщетно пытается сделать коллективный Запад и сдержать развитие многополярного мира, заявила Мария Захарова. Неоколониализм и многополярный мир. Вот что волнует большинство россиянок. Возможный запрет абортов. Сексуализированное, репродуктивное, домашнее насилие. Да кого это заботит? Коллективный Запад! Во всех документах НАТО Россия представляет собой острую грозу как жизненно важным интересам Соединенных Штатов, так и всем странам блока НАТО. Концепция когнитивной войны уже развернута. Она идет в воздухе, в море, на земле, в космосе и киберпространстве, сказал следующий докладчик, преподаватель дипломатической академии НИД России Иван Сурма. Женский форум. Спикер рассказал про когнитивную войну, которая, по его словам, сейчас активно ведется против России. В среднесрочной перспективе это может подорвать доверие народа к власти и сформирует пятую колонну, а в долгосрочной изменит базовые ценности, самосознание жителей нашей страны и в конце концов разрушит общество. А конечная цель Запада – сделать каждого индивида оружием и использовать людей в своих целях. НАТО, Америка, когнитивная война – обычный набор интересов обычной же женщины, обычного российского города. Роль женщины в этом процессе, как защитника и хранительницы устоев и семейных ценностей, неоспорима. Теперь хоть стало понятно, какое отношение все вот это к женщинам имело. Итак, давайте еще разок пробежимся по нашему конспекту. Что мы уже получили? Женщина – это жена, мать, хранительница устоев и ценностей. Дальше преподаватель МИД решил пооткровенничать, потому что, а почему бы и нет, и заявил, что западные женщины-политики его не вдохновляют. Они-то от него в полном восторге. В реальности, женское лицо западной политики оставляет желать лучшего, заявил Сурма. Многие женщины-политики на Западе – жестокие и корыстные. Например, в 1987 году бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер фотографировалась в Соболиной шубе на Красной площади. Да ладно! А бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт имеет змеиную натуру. Именно поэтому она носит броши с рептилиями и некрасивыми жуками. Аналитика, которую мы заслужили. Словосочетание «женский форум» снова приобретает свое первоначальное значение. Слово «женщины», «матери», «учительницы» должно стать неоспоримым аргументом в борьбе со всеми фейками, сплетнями, лживыми историями. Наша реакция на такую информацию должна быть незамедлительной, и она должна проходить через социальные сети, телевидение, радио, общественное слушание и публичные выступления, сказала председатель Союза Женщин России Екатерина Лахова. Продолжаем наш список. Теперь женщины еще и борец с фейками. Но мне кажется, очень важно отметить, что вот эта вот борьба ни в коем случае не должна мешать выполнить главную женскую функцию. Все еще напоминаю, роддом там. Или там. Как бы... Они везде. Да что вы ко мне вообще пристали? Раньше вообще в поле рожали. Запад предпринимает огромные усилия, чтобы разрушить традиционные семейные ценности, носителями которых являются российские женщины. Нельзя такого допустить в России, и в этом стране поможет инстинкт. Вот уж точно, помощь пришла откуда не ждали. Инстинкты помогут. Человеческие инстинкты. Окей. Женский инстинкт во все времена спасал семью, а значит и отечество. И Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал, именно традиционные ценности определяют судьбу России. Не случайно все недоброжелатели предпринимают все усилия для того, чтобы уничтожить ценности, внедряясь во все сферы жизни, даже в спорт. Мы все видим, как трансгендеры занимают призовые места в женских видах спорта, занимают высшие эшелоны власти и диктуют, кому как жить. В России этого никогда не будет, заявила Лахова. А вы тоже постоянно замечаете, как трансгендеры диктуют, как и кому жить? Можно, пожалуйста, полный список этих товарищей в высших эшелонах власти? Просто раз уж на российском женском форуме решили столько времени им уделить, то, наверное, это буквально каждый второй лидер страны. Я думаю, вы согласитесь со мной. Я буду счастлива, если согласитесь. У нас уникальный руководитель государства. Да, мы и не спорим. Просто напомню, международный женский форум. Давайте о президенте поговорим. Мы ему верим, гордимся его стойкостью, мужеством в отстаивании интересов нашего государства и каждого отдельного человека. Самое главное, что я хотела бы отметить, это пожелание нашему президенту здоровья, успехов. Это, безусловно, самое главное. Тут даже спорить глупо. Зачем еще на сцену выходить, если... не здоровье президента пожелать? Мы рядом. Главная сила женщин заключается в спокойствии, искренней вере в завтрашний день. Это именно то, в чем нуждается наше общество, заключила Людмила Бабушкина, председатель ЗАГС Собрания Свердловской области. Оказывается, сила женщины в вере в завтрашний день. А я думал, возможности с фейками бороться. Против нашей страны реализовывались, как мы сейчас называем, троянские технологии, когда предлагали ценности чуждой российскому обществу, чуждой нашей традиционной семье. Молодежи внушают такие мысли. Жить надо только для себя. Жить надо здесь и сейчас. Часто повторяются слова. Вы никому ничего не должны. Но, дорогие коллеги, согласитесь, что это неправильный посыл, заявил Эльвира Сыманюк, директор Уральского гуманитарного института. Согласен. Жить надо там и потом. Несите следующего оратора. За последние годы мы наблюдали, как все традиционные ценности разрушили недружественные страны. В том числе это делали различные СМИ, организации, которые доносили до нашего молодого поколения, что семья — это неважно, что трансгендеры и все остальные — это круто, что семья, состоящая из двух мужчин или из двух женщин, это вообще самое замечательное, что есть. Но мы Россия. Мы крепкая держава. Для нас сохранение семейных ценностей и традиций — это главное. Это будущее России. Отметила Оксана Старожильцева, член экспертного совета при Комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Я, похоже, опять что-то пропустил, но можно поинтересоваться, а кто конкретно заявлял, что ЛГБТ-семья — это самое замечательное, что может быть? Ну, реально, просто интересно. Не говорил, что это тоже люди, и в них должны быть права, а это самое замечательное. Все остальное — отстой. Вот только так должно быть. И второй вопрос. Кроме ратуги и нетрадиционных ценностей, все остальные проблемы российских женщин уже решены? Вряд ли мне кто-то сейчас ответит на этот вопрос, поэтому давайте лучше перейдем к резолюции этого, прости господи, женского форума. Создать условия для сохранения традиционных семейных ценностей. Проводить мероприятия, направленные на формирование культуры семейной жизни. Прилагать все усилия для формирования общества с устойчивой духовно-нравственной культурой путем информирования молодого поколения. Создавать условия для создания устойчивых и благополучных семей, основанных на духовно-нравственных традициях российского народа. Выявлять психологические, биологические и социальные факторы, влияющие на репродуктивное поведение молодежи. Как я и говорил, других проблем у российских женщин нет. Что я могу сказать? Гип-гип, ура! Я, конечно, не женщина, но у меня складывается ощущение, что даже мои проблемы вот-вот решатся после такого плодотворного заседания. Почему-то стихотворение Маяковского вспоминается. И не про зажигающиеся звезды. Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то поставьте лайк. Это очень поможет. Кроме того, не забывайте подписываться на мой телеграм. Там интересно и все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать меня, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boosty. Там ролики выходят раньше, без рекламы и доступен эксклюзивный контент. Сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этой платформе. Огромное вам спасибо! Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе, в понедельник, в 17.00 по Москве, в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи!